and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing above me. Перевод. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседой обо мне, они испытывают огромное удовлетворение блаженства. Комментарии. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны. И говорят они только на духовной темы. Здесь описаны отличительные черты в чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качества и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о Нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. В этом трансцендентном уровне, на этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обителье Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Господь Чайтанья сравнивает бесчисленное множество живых существ китайцев по вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, которое посвятит их в тайны преданного служения. Предное служение подобно семени, которая попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Гаре, это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брамаджоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба Галокия Вриндавана и высшие обители Кришны. На Галокии Вриндаване она находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание древа преданного служения приводится в читании Чаритамрити Маджи Лила, глава 19. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такое преданное мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувший с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад-Бхагаватам. Поэтому Шримад-Бхагаватам так дорог преданным, как сказано в самом Бхагаватам, 12.13.18. Шримад-Бхагаватам, Пуранам, Амалам, Ядвайшна, Ваанам, Приям. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад-Бхагаватам — единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа. Поэтому те, кто полностью развил себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. Продолжение следует... 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 недавно я получил вопрос от одного преданного и у меня не было возможности ответить на него и я счел этот стих хорошим приметом для обсуждения чтобы ответить на тот вопрос и мы воспользуемся тем что мы прочитали в объяснении к этому стиху чтобы попытаться еще более подробно объяснить тему скрытую в нем чтобы также ответить на тот вопрос я подумал что это был очень хороший вопрос и поэтому этот вопрос заслужил ответа непосредственно изус Шилы Прабхупада и поэтому я хотел бы чтобы ответ Прабхупада прозвучал первым это был очень простой вопрос вопрос прозвучал из уст преданного человека который какое-то время практиковал определенный духовный путь через определенное время он ушел сошел с этого духовного пути и недавно этот человек который задал вопрос он познакомился с преданным движением сознания Кришны и встал на этот путь и вопрос звучал так а как избежать разочарования на этом пути того разочарования с которым он столкнулся на предыдущем это был очень хороший вопрос и на самом деле этот вопрос он может быть актуален и уместен для всех присутствующих здесь кто-то может быть из вас не сталкивался с разочарованиями в прошлом но кто знает может быть разочарования ждут вас в будущем и как их избежать и если кто-то из вас все-таки испытывал разочарования в прошлом то конечно же актуально задаться вопросом как избежать их в будущем потому что есть такая пословица на русском языке что обжегшись на молоко дуют на воду и этот вопрос этот текст отвечает на этот вопрос однако для того чтобы извлечь конкретный ответ на вопрос который прозвучал сейчас из того что мы прочитали возможно потребуется кому-то доводительное пояснение этот текст очень известен широко и его произносит Кришна этот стих продолжает тему заданную предыдущим стихом в котором Господь Кришна описывает себя как источник всех духовных и материальных миров из которого исходит все сущее и Господь Кришна говорит что мудрецы постигшие эту истину служат и поклоняются Ему всем сердцем а в сегодняшнем стихе который мы прочитали описывается как же именно преданные поклоняются Ему всем своим сердцем в этом стихе говорится что мысли чистых преданных Господа всегда поглощены им он говорит вся их жизнь посвящена мне и они терятся с другом знанием и беседуют обо мне всегда испытывают огромное удовлетворение блаженства от этого разумеется этот текст а также первая часть комментария первый абзац комментария рассказывает о преданных чьи сердца совершенно чистые таких чистых востнов и Шрила Прабхапад сразу же в первом абзаце своего комментария объясняет что отличительным признаком таких чистых преданных чьи сердца совершенно чистые является то что они круглосуточно день и ночь напролет прославляют деяния и качества Господа и невозможно отлечь их ум на какой-либо момент времени от этих тем именно так поклоняются Господу те предные которые находятся на высочайших ступенях предного служения но затем Шрила Прабхапада говорит о тех преданных которые все еще находятся на предварительных ступенях потому что каждый в какой-то момент времени находится на этом предварительном этапе предного служения в начальных ступенях и они должны очень ясно представлять себе ту цель которой стремятся и рассчитывают достичь Господь Кришна и в Бхагавадгите также в Шримадбхагута в многих местах объясняется что люди обращаются к служению Господу по разным поводам например например Господь Кришна в другом стихе Бхагавадгита описывает четыре категории людей которые обращаются к предному служению ему это четыре категории следующие это люди которые испытывают какую-то беду в своей жизни люди которые оказались в финансовых затруднениях или нуждаются в деньгах люди которые имеют какое-то любопытство любознательность а также те кто стремятся познать абсолютную истину поэтому люди могут вставать на духовный путь с целым спектром различных желаний и мотивов например мы можем сейчас устроить опрос стать рядом с доской взять кусок мелого руки записывать по очереди мотивы которые сподвигли каждого и каждый из вас стать на духовный путь и список получится очень длинным кто-то из вас может ищет такого теплого теплых взаимоотношений дружеских и товарищеских отношений с другими кто-то старается обрести избавление от беспокойства и страданий что очень распространенный мотив кто-то может хотеть подготовить себе более светлое будущее и может решить что именно таким образом он может это будущее себе гарантировать кто-то может рассчитывать обрести богатство или вознестись на райские планеты этот путь который называется Пурушартха то есть четырехступенчатый путь как раз описывается таким образом что вначале люди Дхарма занимаются религиозной деятельностью рассчитывая получить артху то есть экономическое процветание в результате которого они в свою очередь рассчитывают обрести чувство наслаждения и насладиться как следует жизни и когда они разочаровываются полностью во всех видах наслаждения они хотят покончить со всем этим обрести освобождение этого материального мира и ведические писания очень подробно описывают этот четырехступенчатый путь Пурушартха люди иногда обращаются к религии ради экономического процветания потому что они понимают что если удовлетворить Господа мы читали об этом недавно также о том как это происходит то Господь доволен Он наделяет человека благоденствием или экономическим процветанием благодаря которому они могут наслаждаться жизнью И человек обретая результаты плоды своего жертвоприношения Господу разумеется не упускает возможности ими насладиться И иногда объясняется люди принимают встают на духовный путь для того чтобы избавиться от страданий И когда все страдания остаются позади они думают ну тогда вообще зачем заниматься теперь всеми этими же отношениями можно просто наслаждаться жизнью и это лишь несколько из многочисленных причин которые могут сподвинуть человека начать поклоняться Господу и стремиться к общению с теми кто идет по этому пути впереди но в этом стихе в своем комментарии вернее к этому стиху Шила Павпаду очень подробно объясняет в чем заключается этот путь и какой цели по-настоящему может рассчитывать человек идя по пути и соприкоснувшись с Кришной в этом комментарии Шила Павпадам приводит наставление Шри Чайтанья Махапрабу в его беседе с Рупой Госвами 500 лет назад Господь Кришна снова явился как Шри Чайтанья Махапрабу и оставил очень много глубоких очень мудрых и важных наставлений своим ближайшим спутникам Шри Ла Рупа Госвами был одним из таких сокровенных ближайших учеников Шри Чайтанья Махапрабу и потому Господь Чайтанья дал им очень много сокровенных наставлений о предном служении и он compared in his instructions к Рупу Госвами the beginning of devotional service takes place when the seed of bhakti is impregnated within the heart он в своих наставлениях Рупи Госвами сказал что процесс предного служения начинается тогда когда семя предного служения попадает или высаживается в сердце человека и прорастает там и that seed of bhakti is actually impregnated to those who have been wandering throughout this universe brahmanda brahmate kunya bhagyavanji guru kristna prasadhe bhakti latavich this was first verse he actually explained that living entities who have been wandering throughout this material universe getting the results of fluidive activities birth after birth after birth господь читание махапрабху в первом стихе своих наставлений Рупи Госвами на эту тему говорит о том что семя такого предного служения высаживается в сердце того человека который живого существа который долгое время скиталось по brahmanda то есть по этой материальной вселенной рождении зарождения наслаждаясь различными действиями ради плодов эта материальная вселенная называется на санскрите brahmanda и в ней живые существа находятся как бы в заключении находясь в темнице этой brahmanda вселенная живое существо может заниматься какими-то поступками видами деятельности которые могут то возносить его на высшие уровни существования в материальном мире то наоборот скидывать его вниз до самых низших уровней и причиной тому что живое существо в своих скитаниях то возвышается на различные возвышенные планеты этой вселенной то наоборот скатывается до низших миров заключается в последствиях его деятельности ради плодов и самое простое базисное объяснение таких такой деятельности ради плодов или крысной деятельности это деятельность которая направлена на удовлетворение своих собственных чувств и желаний эгоистическая деятельность направлена на удовлетворение своего тела и мая чувства господь кришна но в бхагавадгите в этом стихе объясняет что материальная природа состоит из этих восьми грубых и тонких материальных элементов земля вода воздух огонь ложное эго эфир ложное эго разум и ум эти восемь элементов составляют мою материально отделенную энергию говорит господь кришна но помимо этой материальной энергии существует высшая энергия говорит господь в следующем стихе эта высшая энергия состоит из моих частиц духовных душ который трудится не покладая рук в борьбе с материальной природой чтобы поддержать свое существование в этом материальном мире и что же держит это живое существо в заперти в этой материальной вселенной это его собственные усилия направлены на поддержание своего материального существования поддержание своей внешней природы его материального тела и его различных проявлений и эта деятельность такого рода называется деятельность ради плодов или корыстная деятельность которая как раз является путами держащими живое существо в заперти в этой вселенной в соответствии со своими корыстными поступками либо благочестивыми либо греховными такое живое существо возносится до высших миров этой материальной вселенной и это вознесение также является временным состоянием и Господь Кришна объясняет что на всех уровнях существования в этой материальной вселенной начиная с высших планет до низших все эти миры являются едолью страданий потому что здесь везде царят рождение и смерть однако человек который достигает моей обители никогда больше не родится вновь в этом мире разумеется таким образом Господь Кришна показывает нам что эта вселенная еще не все и вся есть еще что-то выше нее но пока человек занимается корыстной деятельностью он находится в этой ловушке и невозможно выбраться из нее он может возноситься на какое-то время на райские планеты и там наслаждаться последствием своей благочестивой деятельности но исчерпав запасы всех своей благочестивой деятельности он должен будет снова скатиться до низших миров в этом мире как человек например который тяжело трудится и скапливает огромное состояние на своем банковском счету и думает ну вот у меня достаточно денег на счету зачем мне работать я могу просто наслаждаться последствиями своего труда и поскольку он наслаждается последствиями или плодами своего труда в течение какого-то времени его запас средств на счету иссякает и когда деньги кончаются на банковском счету человек окажется снова перед лицом трудностей и те же самые та же самая участь ждет людей которые ценой совершения великие жертвы приношения оказываются на высших планетах и наслаждаются жизнью там исчерпав последствия своих совершенных им жертвоприношений и больше уже ничего не имея на своем банковском счету человек снова должен скатиться сюда до этого уровня существования и с другой стороны человек может живя в этом мире совершать очень грубые греховные поступки которые превращают страдания другим живым существам точно так же как люди которые совершают великие жертвоприношения положивают определенные плоды и поднимаются благодаря этим плодам на высшие уровни точно так же люди которые причиняют страдания другим обрекают себя на очень тяжелую участь и скатываются вниз поэтому в этой вселенной есть низшие миры куда попадают люди которые благодаря своим греховным поступкам причиняют страдания другим живым существам разумеется это очень упрощенное описание Брахманды о которой говорит Господь Чайтанья это описание имеет очень много нюансов которые мы упустили но по крайней мере такое простое схематичное объяснение которое мы изложили сейчас может помочь вам понять о какой именно Брахманде здесь Господь Чайтанья говорит Рупи Госвами по которой скитается живое существо Брахманды это вселенная замкнутая вселенная в которой поймано как в ловушку живое существо и вот живое существо скачет по этой Брахманде туда-сюда то вверх то вниз то посередине и продолжаться это может очень долгое время это продолжается так долго что веды даже описывают состояние такого же живого существа как нитья бада вечно обусловленное мы можем попытаться воспроизвести или как-то понять предысторию нашего существования но как далеко бы не отправлялись мы в прошлое предысторию нашего существования здесь мы можем не найти моментов с которого оно началось было это все с незапамятных времен но если оно удачливо говорит он небольшой процент таких живых существ бесчисленных живых существ населяющих это вселенные небольшой процент которые становятся очень удачливы им они удостаиваются семени преданного служения которое высаживается в их сердце и Шрила Прабхад объясняет в чем заключается это семя которое попадает в сердце таких удачливых живых существ сердце это вкус к тому что лежит за пределами Браманды это пробуждение привязанности к тому что выходит за рамки нашего ограниченного обоснованного мировосприятия и которое то что становится доступным людям оказавшимся в заперти в этой Браманде через уста чистых преданных и поэтому Шрила Прабхад говорит что на первоначальном этапе преданного служения человек развивает определенную привязанность определенное счастье от самого служения и это служение на самом деле заключается в слушании потому что это означает когда север семя этого преданного служения высаживается в их сердце они начинают слушать о том что очень редко можно испытать на собственном опыте в этом мире потому что это ощущение этот опыт невозможно испытать в пределах материальных обусловленных чувств чувствах Рупа Госвами говорит в Бактире Саммита Синду в этом стихе, что Господа Кришну невозможно воспринять этими грубыми материальными чувствами. Кришну невозможно увидеть материальными глазами. Никакой физический способ восприятия не может дотянуться до Кришны. Но можно воспринять Кришну посредством трансцендентного звука. Потому что Господь Кришна настолько милостив, что проявляет себя и все свои трансцендентные энергии сполна в трансцендентном звуке. Это называется шабда. Шабда означает трансцендентный звук. Звук, который не связан ни с чем в этом мире. И когда этот звук, этот трансцендентный звук входит в звуке, тот счастливый человек, который слышит это и слышит о Кришне и пуре службы к Кришне, то что происходит? Какая-то аттракция влечет в сердце. Это звучит, как что-то, что более натуральное, чем в том, что я живу сейчас. И когда трансцендентный звук проникает через уши в сознание живого существа, эти темы, описывающие Господа Кришну и темы, описывающие трансцендентное служение Господу Кришне, то они привлекают внимание такого живого существа. И он начинает думать, что это похоже, что-то гораздо более привлекательное, чем то, чем я живу здесь. И почему это таким звучит? Это более естественно, вернее, для меня почему? Потому что оно является естественным, гораздо более естественным, чем мой образ жизни здесь. Это является самым естественным состоянием бытия для нас. Потому что это естественное состояние жизни для всех живых существ. Например, Санатана Госвами еще один очень близкий спутник и ученик Шри Читания Махапрабху. При их первой встрече он спросил у Господа Читания, Ке Ами, а кто я? И почему мне приходится снова и снова терпеть эти тройственные страдания материального мира? И он спросил у Господа Читания, «Скажи мне, пожалуйста, кто я?» И Господь Читания в ответ ему сказал, «Дживера сурпахоя Кришнера не седас, ты вечно являешься духовной душой». И твоей единственной естественной природой как живого существа является положение вечного слуги Кришны. Именно поэтому в своем комментарии Шрила Прабхупада приводит аналогию с рыбой, которую вытащили из воды. Как только преданный первый раз соприкасается с Кришной, то он уже больше не может жить без этого соприкосновения с Кришной, так же, как рыба не может жить без воды. Почему? Потому что для рыбы жить без воды на суше неестественно. Вы можете вытащить рыбу из воды и поместить ее на сушу и попытаться окружить ее комфортом. Но рыба не находится в естественной среде обитания на суше. И вы можете попытаться как-то сделать ее жизнь там комфортной. Можете молиться за рыбу. например, эту рыбу поднять с горячего песка и поместить на мягкий матрас. Но единственное, что может по-настоящему успокоить рыбу и сделать ее снова счастливой, это если вы ее поместите обратно в воду. Потому что для рыбы, естественно, жить в воде. И точно так же для вечного живого существа естественно жить с Кришной. Это единственная среда обитания для Него. И поэтому, придя в соприкосновение с Господом Кришной посредством шабды или трансцендентного звука, Вкус и привязанность к Кришне у такого человека пробуждается. И в нем также пробуждается естественная привязанность жить более подходящей, естественной для Него среди обитания. И каким же образом эта естественная среда обитания, трансцендентный мир является в этом материальном мире. Он, конечно же, исходит от Кришны, но через уста Его чистых преданных. В этом стихе Голокера Примадхана говорится о том, что это чистое имя Кришны Его как бы импортируют из духовного мира сюда в материальный. Оно не принадлежит этому миру. Кто-то привнес это духовное святое имя сюда для нас. Как, например, я помню очень хорошо, когда я стал приезжать 27 лет назад, то очень многие вещи тогда отсутствовали и постепенно они их стали импортировать после падения, сами знаете чего. изображены здесь. Я помню много вещей, которые были здесь, но были только изображены здесь. А тогда, в то время, когда я стал приезжать сюда, конечно, были какие-то вещи, но все они были местного производства. но постепенно, по мере того, как я продолжал приезжать сюда, я стал видеть, как какие-то вещи зарубежного производства стали появляться здесь, в первую очередь машины. Мерседесы клепают не в Самаре. Нет, Мерседесы, они приехали из-за рубежа. И постепенно появлялись... на смену Ладам, Волгам и Запорожцам стали появляться Мерседесы. И постепенно эти Мерседесы, Волги, Лады, Запорожцы стали вытесняться Мерседесами, Ауди и прочими машинами, и эти машины приехали из-за рубежа. И все, изо всех сил старались как можно больше машин привезти сюда. Если бы у нас было бы такое большое число импортеров духовного мира сюда, какое было, скажем, число людей, импортировавших машины в 1991 году, то мы бы уже давно жили в духовном мире здесь. Но Господь Кришна говорит, Саммахатмасадурлаба, такие великие души встречаются крайне редко. Люди, которые чисты сердцем, которые услышали послание о духовном мире и которые усвоили его на собственном опыте. И такие великие души испытывают огромное удовлетворение и блаженство, говоря другим о Кришне. Потому что они на собственном опыте уже поняли, что есть что-то гораздо более лучшее, чем этот материальный мир. Есть еще одна аналогия, которую я хотел привести, но немножко боюсь. я помню сюда приезжал в коммунистическую эпоху, и люди все время задавали мне вопрос, а как там? Я пытался остудить их любопытство к тому же, как там. Я говорил, что забудьте о том, как там. Есть гораздо более важные места, о которых мы должны говорить, чем там. Потому что люди были готовы услышать о чем-либо, кроме этой коммунистической линии. Вот так было. Если вы приезжали откуда-то из-за бугра, сюда, и вы... то люди окружали вас, говорили, я хочу услышать, что там такое за бугром, как там? Я помню, люди толпились вокруг толпы стояли вокруг этих больших плакатов, или каких-то таких вот, как их называют, вот эти, а? Как? Билборды, да, не пространство, а билборды такие, да, на них размещались... Да, это специально, типа стен газет тогдашней, когда склеились выдержки или вырезки из газет, зарубежной газеты, люди стояли, читали их, потому что хотели узнать, как там. Люди в очередях стояли, чтобы дождаться возможности воочию прочитать о том, как же там. Точно так же то же самое относится к новостям из духовного мира. Но, к сожалению, большинство людей не интересуются новости из духовного мира. Шилла Бахти Садданта Сарасвати Такур однажды привел пример. Кто-то... Речь зашла о выпуске ежедневной газеты на духовные темы, и кто-то оспорил эту идею, и сказал, ну, как можно вообще выпускать ежедневную газету на духовные темы? Откуда взять информацию? Ну, и Шилла Бахти Садданта Сарасвати Такур в ответ привел пример, что здесь много городов в мире, и очень много в этих городах различных газет, которые каждый день печатаны на своих страницах новостей, которые в этом городе происходят. Это лишь небольшой процент этих новостей в материальном мире, однако в духовном мире новостей гораздо больше. Мы можем выпускать газеты на духовные темы каждую минуту, что говорить о ежедневных газетах. Но, к сожалению, людей не интересуют чтение таких газет. Это же самое. Примечательство из-за духовного мира действительно дается к нам от этих святых святых и Суприм Лорда Его. И поэтому приводит такой пример, что этот духовный мир дается нам посредством таких чистых преданных и самого Верховного Господа. Верховный Господь нисходит в этот материнный мир в различных воплощениях и в некоторых из них Он Сам рассказывает о духовном мире. Как, например, пять тысяч лет назад Господь явился в этот мир и Он рассказал обо всем Арджуне и поэтому мы читаем сейчас эти описания. В виде Бхагавадгиты Он является в различных других местах в различные времена для осуществления разных целей. И все одеяния Господа, которые Он являет в этом мире совершенно трансцендентны, потому что с этим миром ничего общего не имеют. И когда Он приходит в этот мир, Он приводит с собой некоторых своих вечных спутников из духовного мира. И здесь Он являет нам свое удивительное духовное взаимоотношение, полное любви с этими преданными, которые настолько привлекательны, что зарождают желание вернуться в духовный мир также. и настолько привлекательны такие деяния Господа и Его чистых преданных, что они пробуждают нас желание слушать еще и еще, при условии, что мы разовьем хотя бы немного вкуса к этим описаниям. И поэтому, когда Шиле Прабхад объясняет, что такое Бхактилатабиджа, то семя преданного служения, высаживаемое в сердце, то Он объясняет, что Бхактилатабиджа, это семя представляет из себя вкус к обсуждению духовных предметов. Это жажда слушать об этом, так же, как у людей тогда в советские времена была жажда слышать о том, что же происходит за границей, за рубежом. Однако, эти описания совсем другой природы. Эти описания называются Амала Пурана или Безупречная Пурана, совершенно чистая. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Чистые преданные вообще этих тем не касаются, потому что они испытывают к ним никакого влечения. Потому что они развили в себе высший вкус. И однажды, пробудив в себе этот высший вкус, искренний, человек, идущий путем практики преданного служения, должен стараться развивать его в себе. Вот это и называется семенем, которое высаживается в наше сердце, это привязанность к новостям из духовного мира. Именно это приводит людей к общению с преданными или, по крайней мере, должно приводить. Потому что именно с этого духовная жизнь начинается. Потому что духовная жизнь начинается как раз с пробуждения привязанности к духовной деятельности, к духовным темам. Так как же избежать разочарования на этом пути? пробудив в себе привязанность к духовным предметам, человек обнаружит, что если у него есть искреннее желание поддерживать эту веру живой, точно так же, как семя, если оно оказывается в почве, то для того, чтобы оно выросло, необходимо его продолжать поливать. «Если вы не будете поливать семя, оно не прорастет и не вырастет». необходимо питание для семени. И орошением этого семени, которое высажено в сердце, является слушание и воспевание слабо-преданного служения. И если это семя продолжать орошать таким образом, тогда оно прорастет, укоренится и превращается в лиану предности. Как, например, мы орошаем и возникает небольшой росток. И когда росток проклюнулся, мы продолжаем его орошать правильной водой. Шилла Прабхата объясняет, что существуют разные семена, которые могут оказаться в нашем сердце. Самое главное семя, разумеется, это Бхакти-Лата, биджа. Это семя Бхакти. Это семя, которое может принести плод чистой любви к Богу. Но если мы слушаем людей, несмотря на разных людей, которые говорят на разные темы, кроме преданного служения, то мы можем обрести различные другие семена. Это может быть семя кармы, семя и гьяны. И в зависимости от того, какое семя мы сажаем в свое сердце и как мы его орошаем, в зависимости от этого мы получаем разные плоды. Но если мы обретаем семя Бхакти-Лата, то есть семя преданного служения, и если мы правильно его орошаем, тогда начнет расти. и постепенно в ходе своего роста это семя, этот росток пробивается сквозь различные оболочки Вселенной. И оно, в конце концов, пронзает все оболочки, покрывающие материальную Вселенную. выросшись из Брахманды, оно пробирается сквозь Брахмаджоти, или это сияние, исходящее от Господа. Оно пересекает Брахмаджоти, в конце концов, выбивается вокруг лотосных стоп Господа Кришны в Галоке Вриндаване. И Шилла Пропада объясняет, что точно так же, как любая лиана или вьющиеся растения зависит от какого-то крепкого растения в качестве своей опоры. Потому что обычно такие лианы или вьющиеся растения очень хлипкие, поэтому им необходимо, чтобы поддерживать себя, обвиться вокруг какого-то прочного ствола. И когда такая лиана достаточно разрастается, ей необходимо обвиться вокруг какой-то прочной основы, чтобы продолжать расти вверх. И точно так же это растение лиана преданного служения обвивается в лотосных стоп Господа Кришны. И такой человек, который по-прежнему остается здесь в материальном мире на материальном уровне, он продолжает свою, поддерживает свою связь с духовным миром посредством слушания. Этот процесс орошения семени позволяет лиане достаточно разрастить, чтобы пронзить все оболочки Вселенной и в конце концов обвиться вокруг лотосных стоп Кришны. Который сравнивается со стволом дерева и когда такая лиана обвивается вокруг такого прочного ствола, тогда у нее появляется достаточно крепость и сил, чтобы принести плод. И когда лиана обвивается вокруг лотосных стоп Кришны, укрепляется там у них и этот процесс орошения продолжается, тогда она набирается достаточно сил, чтобы принести плод. И когда этот плод созревает, то он порождает нектар, сок, который обладает нектарным вкусом, очень сладким. с садовником, и тогда такой предный, который сравнивается с садовником, может в конце концов вкусить или насладиться вкусом этого нектара, из этого плода, тем самым обрести совершенство в жизни. И все это достигается простым процессом орошения. поэтому, соприкоснувшись с Бхакти-Лата-Биджи, необходимо просто продолжать орошение. И Господь Чейтанья также объясняет Рупе Госвами, и я не буду долго продолжать это описание. Но это также очень важный момент, который описывает Господь Чейтанья в Рупе Госвами. Потому что, когда мы продолжаем орошать это растение преданности, если мы невнимательны и несмотрительны, тогда вместе с этим растением будут расти сорняки. Если у кого-то из вас есть опыт работы на предусадебном участке, то вы знаете, что такие сорняки, как правило, растут гораздо быстрее, чем ценные растения. И поэтому, чем в основном приходится заниматься таким садоводом, это приходить на свою грядку и пропалывать свою грядку. потому что, если не пропалывать грядку от сорняков, тогда сорняки просто заглушат эту ценную культуру, выпив все питание из почвы. Они не только выпьют все питание и тем самым иссушат ценную культуру, но также заглушат или заслонят с собой ценный солнечный свет. и так же из-за их буйного роста земля истощится и растения, ценные растения погибнут из-за недохватки питания. Чейтанья Махабрабу и в его наставлениях Руба Госвами сказал, что нужно быть осмотренным и внимательно подходят к своей практике и всегда нужно проводить различия между сорняком и ценной культурой. И он перечисляет эти сорняки. Одно из них, один из них сорняков этих называется Нисида Ачар. Нисида Ачар означает Писание, идущее в разрез с наставлениями Писаний. И затем Кутинатия означает Двуличие или Дипломатия, Дипломатичность. Но по Дипломатичности имеется в виду поиск недостатков и какая-то лицемерие. Дживахимса означает Злонравие по отношению к другим живым существам. Следующий сорняк называется Лаба означает стремение к выгоде и достижимое материальными средствами. Еще одно называется Пуджа. Пуджа означает преклонение перед человеком со стороны мирских людей. И люди просто такой человек просто пытается льстить каким-то мирским людям, которым очень нравится это, они делают это в ответ. И следующий называется Протишта. Протишта означает жить чувством собственной значимости и быть привязанным ко всему тому, что питает это чувство собственной значимости. Внешне, внешняя значимость имеется в виду. У нас, конечно же, у каждого и каждого есть чувство собственной значимости, и мы должны это чувство иметь. Нет ничего дурного в том, что иметь чувство собственной значимости. Если мы, конечно же, знаем, в чем наша настоящая значимость заключается, и мы знаем, что такое мое собственное, если мы знаем, кто мы, и мы знаем, в чем заключается значимость того, что мы называем Я, и мы знаем, что это собственная значимость связана с Кришной и со служением Кришны, потому что Кришна считает своих преданных очень значимыми. И мы должны иметь это чувство собственной значимости на правильном уровне, на правильной основе, а не на ложной основе. И поэтому Господь Читания обратился этими словами предостережения Рупи Госвами, говоря, что в процессе выращивания этого семени, приятного служения, человек должен очень осмотреться, относиться к сорнякам, которые могут просто заглушить его рост. Потому что эти сорняки могут заглушить рост растения преданного служения. И те из вас, кто уже какое-то время практикуют духовную деятельность и находятся в обществе преданных какое-то время. И если вы правильно приступали или правильно подходили к этому процессу, то наверняка на собственном опыте не понаслышке вы поняли, что эти сорняки реально существуют. Если к такому выводу еще не пришли о том, что эти сорняки существуют, то, может быть, вы неправильно слушаете и повторяете и не на ту тему. Но человек, который по-настоящему соприкасается с источником чистоты, он сам очищается. очищение заключается в освобождении от недостойных желаний. И вот эти нежеланные желания, нужно знать, что это такое, чтобы очиститься от них. Если вы не обнаружили в себе что такое нежеланные желания, это означает, что вы, может, не общаетесь с тем, что является источником чистоты. Вы не подставляете себя под нужные темы. И поэтому недостойные желания будут оставаться для вас тайной. И если вы не смотрите, то эти недостойные желания могут дать вам основание уйти из общества премида. Оправдание. Они могут дать вам оправдание уйти из общества преданных, потому что вы будете думать, что не получили того, что хотели. Но проблема в том, что вы так и не научились тому, чего хотеть и в чем нуждаться. Потому что если вы узнали об этом, вы никогда бы это не оставили. Это очень нектарно. И вы не можете от этого отказаться. Так же, как рыба. вытащить на сушу, она будет ждать лишь, когда вы вернете ее обратно в реку. Вот так можно остаться в обществе преданных и продолжать идти по этому пути духовной жизни. Просто продолжая орошать эту лиану преданности. Избегать тем, которые никак не связаны с ростом этого ростка преданного служения. Потому что если человек неосмотрительный, он так и не поймет, что его привлечение к этим темам является проявлением тех самых сорняков сердца, которые растут незамеченные для нас. И вот мы таким образом попытались ответить на этот замечательный вопрос, который был передан нам, опираясь на слова Шрилы Прабхупады в комментарии к этому стиху. Вот так мы можем попытаться избежать разочарования в обществе преданных. Пусть эти темы всегда остаются на самом заметном главном месте в вашем сердце. И всегда храните их бережно в своем сердце. И никогда не отпускайте их из сердца. Если вы разведите себе жажду иметь эти темы в сердце, то вы сами на собственном опыте убедитесь, что покидать общество преданных нет никакого повода и причины. Большое спасибо. Время арти. что мы сейчас арти? Да? Можно? Нужно? У кого вопрос? скажите, пожалуйста, христиане постоянно говорят о спасении души. Что это такое? Постоянно вот сколько я посещал христианские церкви, спасение души это самое главная тема христианства и вот что это такое спасение души? это значит избавление от греховных последствий? это только начало духовной жизни. Есть гораздо больше в духовной жизни, чем просто прекращение страданий. и мы об этом чуть-чуть сказали сегодня. Хотя мы и так и не сказали многого о том, чем же занимаются в духовном мире. Однако мы сказали, что слушание об этой деятельности в духовном мире и обсуждение такой деятельности это ключ к двери духовный мир. И жизнь не сводится просто к избавлению от греховных реакций. Это мое понимание. да. Вопрос был чтения относится к слушанию также духовной жизни или нет. Однако это становится гораздо более приятным занятием, если мы обсуждаем то, что мы прочитали в обществе преданной, как говорится в стихе, который мы прочитали сегодня. Такой вопрос, что происходит, если наше материальное качество через некоторое время преданного служения ухудшается? Что это значит про наше преданное служение? Как мы можем остановить свою деградацию материальную? Ну да, да. Ну в принципе качество, да. Да, да, внешняя сторона. What do we do if in the process of devotional service we see that our material qualification goes down and we become, quote-unquote, degraded in the material sense? How do we stop that process of material disqualification? We should celebrate. Мы должны праздновать это. It's probably referring to competence, to material competence. Oh, competence? Yeah. Oh, I thought he was talking about material. Not materialistic desires or qualification, but material competence. Okay. Речь идет о компетенции материальной, не о самих качествах материалистичных, а именно о компетенции, да? Ладно. Но материальная компетенция не является квалификацией для бхакти. Единственной квалификацией для бхакти является желание. И если желание сильное и здоровое, то вы захотите использовать все, что у вас есть для служения Кришне. And therefore, your enthusiasm to not allow yourself to degrade in material competence will not manifest. Will... To not allow. Yes, will manifest. Will manifest. Your enthusiasm to not allow will manifest. Will manifest. Proper enthusiasm. Yes, proper enthusiasm. Тогда, вот именно тогда, в этом случае, ваш настоящий, хороший, здоровый энтузиазм не позволит себе утратить свою материальную компетенцию, проявится в вас. Потому что тогда у вас появится духовная цель для вашей материальной компетенции. Потому что, как Прабхупада объясняет, если у вас еще много нулей есть, то все они в сумме являются нулем. You may have so many skills, but if it's all used for sense gratification, it really adds up to zero. Если у вас очень много есть различных способностей и талантов, но если все они используются для материальных наслаждений, тогда у них ценность их нулевая. Однако, если вы добавляете единицу к этому перечню, череде нулей, ставите единицу впереди них, тогда каждый ноль на своем месте оказывается очень ценным. И все ваши материальные способности становятся очень важными. Потому что теперь у вас появляется основание их использовать. И если вы будете помнить об этом, то не деградируйте. Но если вы забудете об этом и будете гордиться этими материальными способностями, думать, вот они, мои способности. И я компетентен, потому что у меня есть эти материальные способности. Тогда пунар-мушика-бхава. Знаете, что такое пунар-мушика-бхава? Не знаете? Снова станьте мышью. Называется. И я расскажу вам историю. Была мышь, и за мышью гонялась кошка. Кошка так гонялась за мышью, неустанно, что просто прохода не давала ей жизнь, а мыша была чистым мучением. И вот мышь узнала о том, что в лесу живет мудрец, который может ей помочь. Мышь решила найти этого мудреца. И мышь пришла к мудрецу и сказала, эта кошка просто мне проходу не дает, что-то меня сживает со свету просто. Я слышала, что ты можешь мне помочь. И стань сказал, мудрец, могу, и что ты хочешь? Хочу стать кошкой. Хорошо, кошка, сказал мудрец. И теперь эта мышь в теле кошки подумал, «Ну все, теперь кошка от меня отстанет». Но теперь она обнаружила, что оказавшись в теле кошки, ей не дают проходу собаки. И, может быть, теперь самое время обратиться к мудрецу снова подумала, мышь в теле кошки, чтобы он помог мне избавиться и от беспокой со стороны собак. И вот, вот это ком, потому что собаке не давали проходу, она все-таки как-то выбралась в лес и пришла к этому мудрецу. Вот она, запыхавшись, запыхалась, запыхалась эта кошка, прибежала к мудрецу и сказала, «Собаки гонят». «Что ты хочешь стать?» «Теперь собакой хочу стать». «Хорошо», — сказал мудрец, «собака». Вот теперь собака думала, «Ну вот, здорово, никаких проблем в жизни». И вдруг теперь шакалы за ней стали гнаться, за собакой. И она подумала, «Каждый раз я вроде бы думал, вот вроде бы расправляюсь с проблемой, обнаруживаю новые». Но, похоже, в лице этого мудреца я могу избавиться от всех проблем в жизни, поэтому снова обращусь к нему за помощью. «Теперь мне шакалы не дают прохода везде». «Что ты хочешь?» — спросил мудрец. «Сделай меня шакалом». «Шакал». И вот шакал гулял по лесу, и вдруг за ним погнался тигр. И то же самое он сделал в этот раз. Возвратился обратно к мудрецу. «За мной теперь гонятся тигры». «Ну, и теперь-то ты что хочешь, спасил мудрец?» «Сделай меня тигром, пожалуйста». «Хорошо, будь тигром». И вот эта мышь в шкуре тигра, каждая из своих воплощений, новых воплощений, эта мышь, она не могла, не успевала поесть, потому что за ней все время кто-то гонялся. И теперь эта голодная мышь в тире тигра подумала, «О, ну зачем мне тогда в лес возвращаться из-за добычи? Я же могу мудреца съесть». И мудрец сказал, «Похоже, ты меня хочешь съесть, да?» Сказал он этой мыши в теле тигра. «Снова пунар-муши-кабава». Становись мышью снова. Все эти так называемые наши способности, таланты, они просто взяты на прокат правления перья у Кришны. Если мы не используем эти правления перья для Кришны, вместо того, что если мы будем использовать все способности, таланты, занятые на прокат у Кришны для собственных целей и испытывать мотив использовать их для собственных целей, но не испытывать большого энтуиазма использовать их для Кришны, тогда пунар-муши-кабава. Тогда снова станьте мышью. А если, может быть, у женской половины кто-то хочет задать вопрос? У вас был вопрос Матыши Тарвали. Давайте мы сейчас микрофоном передадим. Матыши Тарвали. Вопрос Матыши Тарвали был в том, что продолжая вопрос заданный до этого о чтении, если мы из-за состояния здоровья не можем общаться с преданным так, как хотели бы, то можно ли заменить такое общение очень интенсивным, активным чтением? И Ниранжи Махараш сказал, да, конечно, потому что Кришна знает цель, ради которой мы читаем, Он понимает, что мы не хотим отстраняться от преданных. Он знает, что Он знает, что нам возможности физически не позволяют общаться с преданными непосредственно. И Он понимает, что мы не то, что мы избегаем этого общения с преданными, сводящихся к слушанию и воспеванию Кришны, просто потому, что нам слушание и воспевание в обществе не нравится. Кришна же знает, Он в вашем сердце, Он в сердце каждого. и Он знает, что мы делаем и для чего. И знает гораздо лучше, чем мы. Поэтому мы должны убедиться в том, что наши мотивы чисты. там, где вы живете. да? For instance, if she has a choice between, say, coming to Minsk, which might be detrimental in terms of your physical health, or coming every day to the temple and your locale. If she has a choice, how to make the choice between coming here or going to the... Coming here for what? For the same thing you would get there? А зачем приезжать ради того, чтобы вы там так бы получили, да, по месту жительства? Because you came here, that's why she came here. And she can also say she was devoted here as well. What's wrong with that? What's wrong with what? The decision she made. А вы что, сожалеете о вашем приезде сюда, нет? Нет? No, she's very grateful to you personally and to all the devotees here. Просто не рискуйте вашим, не жертвуйте вашим здоровьем без нужды. Понапрасну. It becomes very difficult to maintain oneself when one doesn't see you and devotees often enough. Health is very valuable when we use the body for the right purpose. На самом деле здоровье очень важная вещь, если использовать тело для правильных целей. Если использовать тело для правильных целей, тогда нужно обязательно заботиться о здоровье. Не жертвуйте вашим здоровьем. Напрасно. Не жертвуйте вашим здоровьем. Однако, если мы благодаря таким поездкам обретаем духовное здоровье, духовную силу, то это тоже хорошо. поддерживает нас так же, потому что позволяет нам выносить эти трудности, которые приходят нам из-за стареющего тела и из-за сопутствующих болезней. И где бы мы не могли получить такую духовную силу, мы должны туда быть готовы ехать. бхагаватам говорит, какой смысл в долгих годах жизни, если все эти годы жизни тратятся в пустую благодаря отсутствию духовного опыта. Лучше гораздо прожить хотя бы один момент в правильном, в полном сознании. Потому что такой момент, прожитый в полном сознании, позволит нам отправиться на поиски нашего высшего интереса. И поэтому какой смысл пытаться протянуть свою жизнь в этом мире, если мы саму жизнь тратим пустую? однако, если мы понимаем по-настоящему цель этого тела и как его правильно использовать, цель заключается в том, чтобы соприкасаться с телами, дающими нам духовную силу, тогда это делает попытки продлить свою жизнь ценными. Поэтому заботьтесь о здоровье. Здесь мы закончим. большое спасибо за ваше внимание.